Когда война пришла на Дон, Лидия Емщиковая, тогда Розенцвейк, была девять. Её отец, капитан дальнего плавания, ушёл на фронт ещё в июне, а она с мамой и двумя братьями остались в Ростове. Первая оккупация города запомнилась неделей в бомбоубежище. И вот когда мы были в бомбоубежище, сидели, зашёл немец. Ну, видно, солдат, по моему разумению. Почему? Шинель на нём была, такая зеленоватого цвета, и винтовка на плече. Он принёс бюст, белый бюст Ленина, поставил на ящик, какой-то ящик у двери. Нас и все женщины, детей своих, вот так, нас мама тоже в объятия взяла. И сидели все, конечно, ни живые, ни мёртвые, когда он вошёл. Но он поставил этот бюст на какой-то ящик, это и сказал «гуд» и ушёл. Этот странный эпизод врезался в память маленькой Лиды. Гораздо позже она поймёт, людям в том убежище просто повезло. Ведь первая оккупация, хоть и длилась всего восемь дней, вошла в историю как кровавая неделя. ССовцы дивизии Лейпштандарт Адольф Гитлер расстреляли и замучили сотни стариков, женщин и детей. Ещё один ребёнок войны, Алексей Паршин, вспоминает свою первую встречу и даже сражение с оккупантами. «Заходит немецкий офицер, после я узнал, что это собака с ним, колли порода была, я таких не видел до того времени. Три с половиной года мужику было, представляете. А он как зашёл? Он не просто зашёл, он дверь толкнул, а я босиком бегал, и он мне палец прищемил. А казачья кровь-то не водится. Я его ногой как врезал, а он меня другой, понимаете. Я улетел под топчан». Но настоящие битвы за наш город, конечно же, происходили не в подвалах и бомбоубежищах. «В нашей стране есть тысячи памятников, посвящённые Великой Отечественной. Но только здесь, на Кумжинской косе, где Дон разделяется на главное русло и мёртвый Донец, стоит единственный в своём роде мемориальный комплекс «Штурм». Его уникальность в том, что в основании стрелы запечатлена группа реальных участников событий, происходивших здесь в ноябре 41-го». В центре – девушка с пистолетом в поднятой руке. Александре Назадзе тогда было 28 лет. «Удивительно то, что она провоевала всего. Вот фронтовая судьба её. Девять дней. Она погибла 26 ноября 41-го года. А за неделю до этого приехала в Батайск и закончила с отличием военно-политическую академию». Уроженка Абхазии с грузинскими корнями, красавица-политрук, смогла вдохновить своей силой духа уставших в боях пулемётчиков 1151-го полка 343-й стрелковой дивизии. «Тут, дай бог, ползком на брюхе проползти и отбить город обратно. Смерть. Всё-таки 600 метров ровного пространства, под многослойным огнём шансов никаких. И тут эта девочка. И вот удивительно, Саша Назадзе, она поползла вместе с ними. Это было очень раннее-раннее утро, 26 ноября. Туман. И вот эта девочка с двумя кубиками лейтенанта, тогда погон ещё не было, 41-й год, ползёт по льду и говорит, ребята, к утру будем в Ростове, за мной, за мной». Под постоянным миномётным обстрелом рота прорвалась на Нижнегниловскую. Немецкий командир разведбата Курт Майер в мемуарах писал, «Если кто хотел бы сказать что-то плохое о советской пехоте, я бы пригласил его на берег Дона». «Сцепил локти, просто чтобы не скользить и не утонуть. Шли на наши пулемёты, на наши пушки и миномёты. И их невозможно было остановить. О том, как может умирать советская пехота, нужно было посмотреть в Ростове. Это сказал Исусовец, убеждённый нацист, но отдал должное вот этим ребятам». И они задачу выполнили. Ворвались в город. Ценой множества жизней. Под вражеским огнём не стало и Саши Назадзе. Улица, на которой погибла девушка, носит её имя. На уроке мужества в первом классическом лицее о первом освобождении Ростова шестиклашкам рассказывает ученик выпускного 11-го класса Юрия Тасунян. 15 героев народного ополчения, 28 панфиловцев, Витя Щеревичкин, обороны и первая оккупация нашего города. В рассказе школьника множество эпизодов Великой Отечественной из далёкого 41-го. «Восемь дней – кровавая неделя». Не просто так назвали этот период, таким страшным словосочетанием. Это было связано с тем, что огромное количество карательных акций было проведено в нашем городе. Про это, безусловно, нельзя забывать. Меня очень удивило, и я очень горда за это, что мой город, в котором я сейчас проживаю, стал первым, который отразил нападение фашистских захватчиков, так как это была первая победа с 1939 года. Эта победа вдохновила многих бойцов. Первое освобождение Ростова-на-Дону в первый год Великой Отечественной войны не было окончательным. Через 8 месяцев враг придёт снова, причём теперь уже не на неделю, а на полгода. Но это уже другая история. А пока советские солдаты поверили – они могут побеждать, и они обязательно выиграют эту войну.